добрый день дорогие стрельцы я рада вас всех приветствовать на своем канале и это будет гороскоп для вас на июле 2019 года июль будет довольно сложным месяцем для нас всех и начнется он с коридора затмений все затмения в июле будут происходить на оси рак козерог коридор затмений который начнется 2 июля и по 17 июля будет временем особенно он будет энергетически очень сильным периодом это время когда все мы с вами можем скорректировать свою жизнь составить новые планы и притянуть какие-то важные изменения в свою жизнь а также это период когда мы можем с вами сталкиваться с очень серьезными и важными событиями которые будут происходить в нашей жизни рак и козерог это знаки которые отвечают в нашей жизни за семейные и деловые вопросы более подробно об этих затмениях как оно подействует на ваш знак вы можете посмотреть видео на моем канале которое посвящено затмению 2 июля 2019 года еще одна новость те кто недолюбливает ретроградный меркурий для тех июль будет опять же не слишком удачным месяцем потому что практически весь месяц с 8 июля по 1 августа 2019 года планета быстрая планета меркурий планета коммуникаций будет опять идти ретроградно и в плане здоровья этот месяц также не будет простым для всех нас но давайте обо всем по порядку 1 июля 2019 года марс переходит в знак льва а это дорогие стрельцы ваш девятый дом девятый дом дом философии путешествий дом высшего образования дом за границей и здесь марс пробудет до 17 августа поэтому в числе приоритетов для вас на это время будет сотрудничество с зарубежными партнерами и конечно же поездки может быть для решения некоторых рабочих вопросов вы можете в этот период отправиться в командировку марс будет давать вам очень много энергии а также он может прибавить вам энтузиазма и желание включиться в какие-то новые задачи во всяком случае это время обязательно расширит ваши духовные и конечно же интеллектуальные горизонты это хорошее время для того чтобы решить вопросы высшего образования и дел которые связаны за границей некоторые стрельцы в июле могут быть сосредоточены как раз на высшем образовании кто-то возможно будет изучать иностранные языки кто-то будет заниматься дальними путешествиями и конечно многие из вас в это время могут заниматься взаимоотношениями с родственниками вашего супруга или какими-то юридическими вопросами это все тема девятого дома но новые проекты которые рассчитаны на будущее на перспективу и развитие их лучше все-таки планировать на первую половину августа 2 июля 2019 года новолуние и полное солнечное затмение в знаке рак а это ваш восьмой дом восьмой дом это вопросы займов это налоги страховки семейный бюджет это чужие деньги наследство а также это дорогие стрельцы ваши финансовые отношения с другими людьми и вот все эти темы по этому затмению могут выйти на первый план для вас затмение активизирует вопросы которые касаются ваших кредитов ваших налогов возможно долгов или наследство раздела имущества алиментов некоторые из вас могут поэтому затмению заинтересоваться инвестициями какими-то операциями с недвижимостью но вот энергии этого затмения они достаточно дисгармоничны и поэтому все-таки следует быть осмотрительными ваши финансы и финансы чужих людей в это время могут стать причиной эмоциональных ситуаций и даже конфликтов в отношениях с вашими близкими людьми или с вашими деловыми партнерами постарайтесь продумать продумать свою финансовую политику на будущее а также это время когда вы дорогие стрельцы можете закрыть какой-то финансовый вопрос возможно кто-то может рассчитаться с кредитом или вовлечься в новые финансовые отношения или обязательства это получить кредит но вот для кредитов июль не подходит сейчас вам нужно быть особо осторожными при решении вопросов налогообложения и страхования а также обязательно при распределении прибыли и размещении капитала возможно что у кого-то может возникнуть желание изменить стиль отношений с вашим партнером или вообще поменять партнера но все-таки прежде чем вы дорогие стрельцы будете принимать какие-то важные решения в июле возьмите паузу отдохните подумайте и вернитесь к этому вопросу в начале августа я уверена что вы посмотрите на эту ситуацию по-другому 3 июля 2019 года венера планета любви планета красоты планета денег переходит в знак рак а это ваш восьмой дом дом чужих денег и вот здесь венера пробудет до 28 июля и делить восьмой дом венера будет вместе с солнцем которое тоже здесь находится до 23 июля конечно же эти планеты могут вам подарить способность справиться почти с любой тяжелый и даже возможно экстремальной ситуации вашей жизни венера солнцем в восьмом доме это такое положение планет которое прежде всего намекает что в этот период вашей жизни может быть взаимосвязь любви и денег для женщин стрельцов это может означать что вы можете получить в этот период какие-то подарки или какую-то финансовую поддержку от вашего любимого человека однако у мужчин стрельцов здесь скорее всего вероятны какие-то непредвиденные расходы из-за ваших женщин но как я говорила июль будет месяц довольно противоречивый потому что наряду с позитивными астрологическими влияниями будут действовать и негативные влияния и вот воздействие ретроградного меркурия способно вернуть проблемы в отношениях вашу жизнь которые вы уже считали забытыми и давно решенными постарайтесь в июле реалистично смотреть на вещи на проблемы а не приукрашивайте но как бы планеты не выстраивались в июле все-таки для большинства стрельцов июль будет романтичным временем марс управитель вашего дома любви будет весь месяц расположен в экспансивном девятом доме так что в вашей личной жизни могут открываться новые перспективы могут быть новые знакомства возможно что с иностранцами возможно что кто-то из вас может увлечься и может начаться еще один новый роман вы неожиданно в это время также можете встретиться со своим прежним партнером и между вами опять может вспыхнуть страсть которую возможно вы не сможете преодолеть это вообще пора когда любовь имеет связь с расстоянием и путешествиями если вы до сих пор одиноки дорогие стрельцы то сейчас в поездке вас может ожидать приятное знакомство а также это время благоприятно для отношений для общения на расстоянии возможно что по интернету если вы уже находитесь в таких устоявших отношениях то вас тоже поджидают перемены и достаточно серьезные перемены в июле здесь все зависит от вас самих от вашего личного гороскопа ваши отношения они могут или перейти на новый уровень например вы решите жить вместе или решите официально скрепить свой союз либо они могут прерваться на какое-то время а может быть даже навсегда по каким-то причинам в любом случае здесь будет обязательно что-то происходить и например это может происходить именно потому дорогие стрельцы что вы в июле можете не преодолеть искушение испытать какой-то новый чувственный опыт и позволить себе какую-то измену 8 июля Меркурий разворачивается в обратное движение и конечно же ретроградный Меркурий это традиционный период задержек в получении информации в работе средств связи в поездках и ретроградный Меркурий будет в вашем восьмом и девятом домах восьмой дом это дом чужих денег и девятый дом это дом философии и путешествий за границей Меркурий является управителем вашего дома карьеры и вот последующий период ретроградного Меркурия он не подходит для новых начинаний поэтому лучше отложить их реализацию на следующий месяц ретроградный Меркурий будет до 1 августа но для возобновления работы над какими-то заброшенными делами заброшенными проектами это очень хорошее время но это неблагоприятный период для новых начинаний в вашем бизнесе для того чтобы начинать какой-то новый курс обучения для расходов на обучение дорогие стрельцы или для покупки недвижимости инвестиций время не хорошее вообще время не подходит для любых важных финансовых шагов вам лучше переждать этот период как впрочем и всем остальным знакам здесь могут возникать ситуации в которых вам придется разбираться в том что действительно принадлежит именно вам а что принадлежит вашим партнерам или тем с кем вы вовлечены в решение материальных вопросов под воздействием ретро Меркурия многие из вас дорогие стрельцы могут придаваться излишнее значение придавать каким-то вопросам который на самом деле этого не стоит вы можете быть настроены чрезмерно по-философски общение с окружающими людьми тоже может быть затруднено в это время и на это в общем-то будут две основные причины во-первых, многие из вас сами не захотят сейчас слушать чужие советы тем более еще и следовать им в своих делах а во-вторых, вы сами будете настолько неясно выражать свои мысли Меркурий отвечает за наши мысли что собеседники просто перестанут вас понимать но конечно же есть и положительные моменты ретроградного Меркурия в это время в вашей жизни, дорогие стрельцы снова могут появиться люди общение с которыми когда-то было прервано из-за какой-то вашей ошибки или же вы сами можете вернуться к решению каких-то вопросов которые вы отложили на неопределенное время например, вы можете возобновить прерванное обучение или вернуться к организации собственного бизнеса 17 июля 2019 года полна Луне и частное лунное затмение Солнце будет находиться в знаке Рак а Луна в знаке Козерога и это затмение произойдет в вашем втором доме, дорогие стрельцы второй дом это дом денег, дом ценностей и это затмение в первую очередь будет связано с какими-то делами и начинаниями которые вы начали в январе все начатые прежде проекты они сейчас покажут себя дадут какой-то результат вам и для вас станет просто ясно хотите ли вы их продолжать стоит ли их продолжать в прежнем виде или что-то нужно менять или заканчивать темы, проекты, дела, которые себя до сих пор не оправдали конечно же придется закончить и свернуть в этот период вам прежде всего предстоит решать вопросы вашей материальной зависимости от других людей или зависимости других людей от вашей помощи постарайтесь продумать какие ваши прежние подходы к вашим финансовым вопросам себя оправдали а какие нет какие ваши траты были оправданы а вот какие траты из вашего бюджета все-таки нужно или совсем убрать или сократить в близкие к затмению дни нежелательно совершать какие-то дорогостоящие покупки или крупные финансовые сделки хотя в июле вообще это нежелательно делать постарайтесь избегать авантюр рассчитывайте лишь на те средства которые вы заработали честным трудом еще одно для вас дорогие стрельцы отказывайтесь от предложений которые в это время будут выглядеть слишком привлекательными для вас чтобы быть правдой в конце июля вы можете получить какое-то предложение и оно может касаться или работы или бизнеса у вас могут завязаться даже новые отношения но вот принимать решения все-таки или решить включаться в эти новые начинания лучше не раньше августа а более перспективными будут знакомства после 2 августа 23 июля солнце переходит в знак льва это ваш девятый дом девятый дом путешествий философии высшего образования дом за границей и 28 июля к нему же переходит Венера и присоединяется к солнцу в вашем девятом доме в конце месяца для вас дорогие стрельцы возможны какие-то контакты с интересными людьми это могут быть люди настоящие профессионалы своего дела это могут быть контакты с иностранцами вы можете в этот период завязывать новые знакомства новые связи в том числе это могут быть международные связи и они могут быть на основе разных интересов и конечно же этот период когда возможно совместные поездки за границу возможно с вашим партнером ну а те кто отправится одни дорогие стрельцы у вас может произойти романтическое знакомство вдали от родных мест или встреча с иностранцем которая затем может перерасти в большое чувство ну а кто-то из вас может найти свою любовь когда будет выполнять какое-то общественное поручение или участвовать в какой-то конференции или просто встречаться по делам это любовь и это знакомство оно может положить новому началу периоду вашей жизни и расширить ваши возможности возможности для вашего личного развития это время когда возможен приход денег у кого-то из вас например когда вы будете находиться за границей или кто-то из вас дорогие стрельцы может получить в этот период деньги из-за границы ну а еще такое положение планет также может указывать на то что у кого-то из вас в это время возможен обряд венчания или заключения брака за границей но обо всем этом мы с вами поговорим подробнее в гороскопе на август что касается вашего здоровья в июле то вы будете полны жизненных сил вы будете оптимистично смотреть на мир однако позиция венеры которая управляет вашим домом здоровья дорогие стрельцы она все-таки намекает на то что у кого-то из вас могут возникнуть проблемы например из-за вашего излишнего стремления к удовольствиям в июле поэтому вам рекомендуется ограничивать себя в питании в развлечениях и в других вещах чтобы вы не пострадали от неумеренности соблюдайте обязательно осторожность в поездках и на транспорте поскольку весь июль присутствует риск несчастных случаев вот такой месяц ожидает вас дорогие стрельцы берегите себя берегите своих близких и будьте внимательны к своему здоровью удачи вам всем и до встречи на моем канале в следующем месяце ну а теперь как всегда особо важные периоды июля о которых нужно знать все и так дорогие мои этот месяц совсем не подходит для каких-то крупных денежных оборотов для того чтобы оформлять кредиты или займы и вообще для любых рискованных операций с деньгами этот месяц не подходит крупные траты тоже не будут особенно приветствоваться но за исключением нескольких дней в конце июля в любом случае любые операции с вашими финансами с финансовыми документами в июле стоит очень тщательно проверять и еще раз перепроверять потому что на ретроградном Меркурии очень легко сделать ошибку и так период с 6 по 8 июля в эти дни возможны разные неожиданные новости и разные события в плане отношений эмоции в это время чувства будут обыстрены и выражены более ярко партнеры могут себя вести нестандартно и вообще готовить друг другу разные сюрпризы и они всегда приятные для знакомств эти дни тоже не подойдут потому что это время статичного Меркурия с 9 по 12 июля 2019 года негативный аспект Марса и Урана включает вероятность разных резких и неожиданных событий в нашей жизни в число которых входят и обострения это могут быть конфликты в обществе катастрофы какие-то чрезвычайные события несчастные случаи это и нарушение связи и пожары и вообще разные природные катаклизмы также не исключен сбой техники и крушение самолетов часто на таких транзитах бывают события которые вообще никто и никак не мог спрогнозировать или даже ожидать и даже если в это время не произойдет каких-то глобальных событий и катаклизмов все равно новости в эти дни могут оказаться для нас весьма неожиданными пик этого аспекта придется на период с 9 по 12 июля однако эти события они иногда могут срабатывать чуть-чуть раньше или чуть позже этого точного аспекта период с 15 по 18 июля это очень непростые дни когда стоит с большим вниманием относиться ко всему что будет с вами происходить в эти дни крайне нежелательно заводить новые знакомства и искать их постарайтесь не выяснять отношения с вашими партнерами и не поддавайтесь депрессии некоторые партнеры в это время все-таки могут принять решение о расставании здесь могут всплыть в этот период какие-то неприятные подробности либо партнеры могут разлучиться по какой-то уважительной причине но эти дни когда будет иметь место полнолуние лунное затмение и очень напряженной в эти дни также будет Венера это полнолуние может оказаться довольно сложным особенно для людей которые эмоционально чувствительны и так же в это время могут быть перепады нашего настроения эмоциональные вспышки неудовлетворенность и ограничения в финансах период с 19 по 21 июля в эти дни опять будет действовать негативный аспект Венеры и Плутона который усиливает страсть обостряет наши чувства накаляет их и вот тут дорогие мои важно не впадать в какие-то крайности не принимать скоропалительных решений о которых вы потом можете пожалеть здесь могут быть терзания на почве ревности плохое настроение и разочарование тоже в целом весь период с 15 по 21 июля нельзя назвать простым периодом именно для отношений все равно здесь есть опасность разрыва несмотря даже на то когда будут позитивные аспекты к Венере если вы хотите возобновить свои старые отношения вернуть своего старого партнера то это вполне возможно после 21 июля 2019 года а вот новые знакомства пока искать все-таки не стоит лучше дождитесь пока Меркурий начнет прямое движение а это будет 1 августа и начнет делать гармоничные аспекты в период действия негативных аспектов а также вблизи затмений путешествовать конечно это не самая лучшая идея к тому же в этот период когда действует еще и ретроградный Меркурий то любые путешествия прежде всего нужно планировать очень тщательно и обязательно быть готовым к тому что могут быть и какие-то задержки может быть возвращение или проблемы с вашими документами особенно не стоит начинать поездку в период статичного Меркурия когда риски задержек опозданий они повышаются это периоды с 5 по 10 июля и с 29 по 31 июля на ретроградном Меркурии в принципе все-таки возможно путешествие но лучше отправляться в поездки в те места в которых вы уже когда-то бывали либо вообще возвращаться из путешествий домой например неплохой день для начала путешествий или возвращения будет 25 июля запомнить этот день когда Марс и Юпитер будут в гармоничном аспекте и вот это может существенно ускорить и дорогу и сделает вашу дорогу более приятной и безопасной и так что же можно делать в июле проявляйте активность в тех сферах которые вы уже когда-то начали возвращайтесь к старому это очень хороший месяц для этого пересматривайте любые старые темы любые старые вопросы проблемы решайте сейчас и дочитывайте начатые в прошлом книги или досматривайте какие-то фильмы которые вы не просмотрели лекции то что вы не изучили хорошо возвращаться к старым делам нельзя делать в июле это начинать новые дела приступать к каким-то новым проектам все это мы откладываем на август не нужно реорганизовывать свой бизнес или свое производство сейчас постарайтесь не заключать важные договора важные контракты в июле и конечно же не берем кредиты не занимаем денег не вкладываем деньги в какие-то серьезные проекты а также не устраиваемся на новую работу и конечно же не вступаем в брак особенно в период с 14 по 21 июля ну что же вот такой непростой месяц нас с вами ожидает берегите себя берегите своих близких и удачи вам всем и до встречи вышки на моем канале удачи под видео всё на моем канале и лайк при 같아요 Продолжение следует...